Трагедия, которая произошла полтора года назад в доме номер 106 на улице Ленинского комсомола, взбудоражила весь город. Супружеская пара задохнулась угарным газом в собственной квартире. Вытяжка засорилась до такой степени, что перестала пропускать кислород в дом. Горящий фитиль газовой колонки подвел черту под жизнями двоих людей. Была засыпана вся вытяжка. У них тут свой канал, у каждого свой. Вот внизу, второй этаж, у них свой канал вытяжка, у нас свой был канал. Этот канал, его, наверное, годами никто не прочищал. Договора заключены были с печными работами, а проверять, наверное, никто не проверял. Приходили они 9 апреля 2013 года. А уж как они здесь проверяли, я не знаю. Получается, колонка горела, работала. В вытяжку бесполезно ничего не шло, как мне экспертиза сказала. И сразу он пошел вот вверх из колонки, там вот вверху решеточки. Он стал выходить угарный газ в квартиру, пошел. А он без запаха, его не ощущаешь, ничего. И сразу он очень быстро поступает как бы в кровь в голову, он сразу его дает в голову. И человек сразу падает и все, сознание теряет. Если вы видите, что у вас должным образом не работает вентиляция, это очень опасная тенденция. Поэтому письменное обращение в организацию, что вы опасаетесь, что вы можете отравиться, что вы можете погибнуть. Если вы сами не можете написать, обращайтесь к нам в ассоциацию потребителей, мы готовы подключиться к данной проблеме. Последний пример, когда нам пришлось заниматься вопросами восстановления вентиляции, это был случай на улице Советской армии, дом 3, когда 5 человек, в том числе маленький ребенок, страдали от того, что не работала система вентиляции. Решение Октябрьского районного суда города Рязани, в их пользу была изыскана компенсация за причиненные нравственные и физические страдания, а также расходы, связанные с производством ремонта. Закон о защите прав потребителя работает, когда грамотно его применяешь. А затем последовала череда экспертиз. Полтора года нервотрепки ни к чему не привели. Расследование было приостановлено в связи с тем, что следователь, который вел дело, был переведен в другой отдел. Екатерина Григорьевна осталась наедине со своим горем и 9-летним внуком, который до сих пор не может смириться с потерей родителей. Следствие вел, следователь все вел. Все следствие. Как началось это вести, так он все вел. Меня информировало. Наверное, было 4 независимых экспертизы. Последняя экспертиза была 5 сентября. Я жду, ни звонков, ничего нет. Думаю, позвоню, никто не отвечает ему. Я поехала в прокуратуру. Приехала в прокуратуру, мне отвечают, а он уволился. Уже уж его, наверное, два месяца нет, что ли, месяц. Я говорю, а как же дело? Я говорю, мне на руках ничего нет. С чего же мне начинать-то? Ну, меня там пропустили к другому исследователю. Пройдите. Ну, я ему объяснила. Он говорит, ну, хорошо, мы будем заниматься этим делом. Документ у меня есть. Приостановил. Написал в документе, приостановил. Приостановлена работа. 5 сентября выдал мне документ. Объяснил, что мне делать, куда дальше мне идти. А в результате он мне ничего не выдал, пока я сама не написала заявление. Я как получила, вот здесь были праздники. После праздников я теперь решила взяться за дела. Халатность обслуживающей железнодорожный район управляющей компании привела к смерти двух человек. Монтажная компания, которая должна проводить в доме трубопечные работы, приехала в день похорон. Прочистили вытяжки. Две жизни нужно было потерять, чтобы обслуживающие органы выполнили свои обязательства.